Возрождение традиции настоящей сказки, в которой борется добро и зло, а добро всегда побеждает, вот главная задача цирковой труппы московского цирка, которая прибыла в Волгоград с программой «Чародеи». Маленький герой, узнав, что Баба Яга, Леша и Кикимора Болотная унесли с собой целый короб подарков, решил выручить всех своих сверстников и в преддверии Нового года не оставить их без внимания Деда Мороза. Все действие происходит в сказочном лесу, где много диких северных животных. Для детей это интересно, и хлопайте руками, и топайте ногами, и дети кричат, и участвуют. Это, в общем-то, идея такая интересная, где дети могут свои эмоции выражать, как они хотят. Ну и, естественно, у нас есть сказки «Чародеи», а чародеи наши ходят по воздуху, это канатоходцы. Впрочем, в украденной коробке на самом деле кукла, но живая. Это шестилетняя артистка, у нее в программе акробатический номер, но прежде чем восторжествует справедливость в программе «Чародеев», героям придется пройти немало трудностей, ведь все время идет погоня. В погоне лошадей пускают морские котики. Дальше у нас кабаны дикие, в лесу ищут тоже этих злодеев. Они вроде бы как должны искать, а оказывается, эти кабаны принадлежат бабой ге и запутывают следы. Потом у нас в программе есть 12 сибирских лайк, хаски. Потом у нас есть 4 оленя сибирских. Они тоже участвуют в сказке, выезжают в сани, и Дед Мороз выезжает на санях. Кстати, лошадьми управлять будет Юрий Петрович Мирденов, народный артист России, который отметил свое 79-летие. Артисты говорят, что репетируя эту сказку, сами радуются и выражают неподдельный интерес к тем чудесам, которые творятся на арене. Но и ребята вместе с мамами и папами, бабушками и дедушками не останутся в стороне от действа манежа. Ведь они же тоже будут помогать все время Денису искать вот этих злодеев. Вот. Ну и в конце сказки, естественно, их поймали злодеев. Бабайга у нас летает, летающая бабайга в цирке тоже. И они, когда их поймают, естественно, они просят прощения. И вот будем решать с ребятами, прощать их или не прощать. Но, как правило, обычно это все ребята у нас прощают, добрые дети. Появляется Новый год. Мальчик, которому 7 лет. Он выезжает на лошадке с обезьянкой, с символом Нового года. Безусловно, самое интересное – это ревью. Это огромное количество животных, в том числе диких, с которыми ни в одном цирке страны не работают. Например, олени. Но немаловажно и то, что до начала представления у цирка лошади будут готовы прокатить ребят, а в фойе их будет ждать, помимо клоунов и других артистов, большой сундук с надписью «Почта Деда Мороза». Уже заказаны большие шары и гирлянды, так что к Новому году здание цирка и манеж обязательно преобразятся в волшебный лес с настоящей елкой. Чародеи в Волгограде представят свою программу 19 декабря.